Интервью в Челябинске Я соглашаюсь, конечно, на рекламу, потому что, буду честно, платят мне за это избыточно, и было бы нелепо отказываться, но, тем не менее, на рекламу каких-то определенных продуктов я никогда не соглашусь, потому что у меня есть какое-то интуитивное чувство, что, ну, во-первых, врать нельзя, потому что, ну, можно обмануть, не знаю, там, 10 человек, 100 человек, но когда у тебя уже определенное количество подписчиков, все-таки они понимают, когда ты врешь, когда ты не врешь. В моем возрасте, мне кажется, уже поздно от чего-то избавляться, но, наверное, от излишней энергичности, импульсивности и категоричности в суждениях. Слишком много, наверное, каких-то эмоций и впечатлений, которые я, скорее всего, не успеваю перерабатывать, и в моей жизни получается такой сплошной хаос. Есть определенный, конечно, порог комфорта популярности, потому что, ну, ни для кого, для нас не секрет, что, наверное, 10% населения, они не совсем адекватные, и все-таки, когда, я не знаю, там, читают 600 тысяч человек, то надо все-таки давать, что 60 тысяч из них будут на тебя реагировать определенным образом. Слушайте, врать не буду. У меня есть персональные хейтерские форумы, на которые я себе уже лет 5 запретила ходить, потому что после них прям реально болеешь. И, ну, тем не менее, количество людей, которые, там, неблагодарны, там, за мои рецепты, за какое-то видение мира, и вот это вот какое-то такое дико приятное, настоящая благодарность, оно, конечно, искупает абсолютно все вот эти, ну, скажем так, болезненные побочные эффекты. Не существует такой словесной конструкции, которую я бы не слышала. И, слушайте, на самом деле же понятно, что люди в социальных сетях, они говорят себе о себе. То есть это, то есть, читая любой комментарий, ты понимаешь, что это просто проекция конкретного человека, и не больше. То есть к тебе это не имеет вообще никакого отношения. Ну, я научилась уже путешествовать с одним чемоданом, раньше это было три, потом два, сейчас один, и мне, в принципе, не доставляет никакого дискомфорта. Я ничем не жертвую, у меня в своей уже какая-то такая эргономика, то есть у меня есть определенный, наверное, какой-то, скажем так, ряд вещей, которые ждут, когда, наконец-то, я их отвезу им прогулять, что-то им показать. Но принарядиться – это вообще важно, не только в путешествиях. Я очень сожалею о том, что у меня очень мало времени ходить к косметологу, потому что, конечно, это отражается и на лице, и так далее. Но я в этом смысле немножко, наверное, не женщина, я постоянно сижу в каких-то таких своих внутренних переживаниях, поэтому, наверное, для меня это не очень важно. И свою какую-то, ну, назовем это, телочью ликвидность я оцениваю достаточно адекватно, но в личной жизни мне это совершенно не мешает. Задницу я наитаю моментально, сейчас я, например, плюс 6 килограмм, совершенно не понимаю, как с этим бороться, потому что скоро Новый год и так далее. Но, как все нормальные женщины, наверное, в начале марта я начну думать о том, что, 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 что же, что же, что же, что же. Слушайте, врать не буду. Лучший способ для меня похудеть – это мне жрать после 6. Все. Другого не существует. Сложно первые 3 дня, а потом ты прямо начинаешь получать удовольствие, потому что ты просыпаешься дикоголодный, и как-то это удивительным образом тебя очень стимулирует к правильному питанию. Я люблю ярких людей, но для меня, конечно, очень важны такие качества, наверное, как порядочность, в неком смысле преданность, чистоплотность и так далее. То есть ничего такого. Но я им сейчас не скажу, наверное, тоже, что для всех. И если я сталкиваюсь с какими-то яркими проявлениями этих качеств, я как-то научилась безболезненно такие вещи, ну, не знаю, там, от себя отрезать. Перелеты ненавижу, так как я аэрофоб, но, собственно говоря, любопытство, оно побеждает все. То есть я бы никогда в жизни не поехала в Челябинск, если бы мне не было, и вообще бы не вписалась в этот проект, если бы не любопытство. Потому что я себе отдавала отчет, что, ну, собственно говоря, лет мне немало, и когда я еще тут окажусь. Какая самая вкусная страна? Франция? Нет, Италия. Ну, я поклонник монопродуктов, конечно, и в этом смысле итальянцы, они настолько... То есть там такая очень специфичная ситуация, то есть ты отъезжаешь 100 километров, и там уже другая еда других мам, там другие теруарные продукты. И, то есть итальянцы любят еду, еда любит итальянцы. Все-таки французская кухня, она построена больше на, наверное, все-таки искусстве приготовления, на каких-то технологических процессах. Итальянцы, они все-таки про именно сам продукт. Не меняются вкусы детства, меняются, конечно, остаются какие-то паттерны, которые прошиваются на всю жизнь. Для меня это, не знаю, там солнце, море, сидящая шумная семья за столом. Для меня вся бабушкина семья из Одессы, этим все сказано, там все крутится. Они такие же точно, как итальянцы, поэтому итальянцев люблю, это все крутится вокруг еды и сплетен на соседях. Такая роза грызи росла красивая над этим. И, ну, все то, что я имею сейчас, у меня дом на море, у меня точно такие же розы, у меня терраса, друзья. И, ну, скажем так, новая жизнь, которой я очень довольна. Несмотря на изменения там нашего с моим последним мужем матримониального статуса, все равно у нас Новый год, это семейный праздник. Все-таки у нас дети, и мы считаем, что детям надо давать, конечно, вот ощущение этой семье, там, чтобы не происходило в наших отношениях. Но вот эта база, которую мы должны заложить, мы должны заложить. Она ради того, чтобы дать им ощущение все-таки вот этого вот большого семейного праздника. В загородном доме у нас наряжается елка на улице, и внутри, и дети, собаки, шум, ор, утром гостя. Конечно же, это будут там новогодние салаты, которые там есть у всех, и обязательно ведро оливье. И я всегда готовлю традиционно уток. Это моя сильная сторона.